Региональные ипотечные агентства Региональные ипотечные агентства Региональные ипотечные агентства Дальше все-таки тему своего доклада я назвал формирование рынка доступного жилья, потому что важно все-таки ответить на вопрос ипотека. Она помогает, то есть повышает доступность жилья, либо не повышает. Вот на следующем слайде видно, что вторая колонка, что на самом деле в этих 15 регионах, тут порядок сохранен тот же самый, в каких-то регионах цены на жилье обогнали рост доходов людей, и в этих регионах доступность ухудшилась. Там значение вот этого показателя меньше единицы. А в каких-то регионах все-таки доходы людей росли быстрее, чем цены на жилье, и с точки зрения этого показателя доступность означает, что там доступность не ухудшалась. Но раз мы считаем, что есть регионы, где доступность ухудшилась, то необходимо в целом вернуться к правильно поставленной задаче. И, конечно, господин Пономаревым он отметил, и другие докладчики об этом говорили, о комплексном развитии и формировании рынка доступного жилья. На следующем слайде, то есть, все-таки мы считаем, что в целом по стране есть достаточно опасные тенденции, а именно, что у нас реальные доходы, они растут где-то на 14% в год, это по данным Нинэкономразвития. А цены на жилье, они на самом деле по регионам по-разному растут, но все-таки они растут на самом деле в отдельных регионах быстрее, чем доходы людей. И в этих регионах доступное жилье ухудшается. Причем это есть регионы, где развивается ипотека, где не развивается. При этом в последнее время мы слышим тезис о перегретости рынка жилья, то есть о том, что цены выросли уже достаточно высоко. И на что надо обратить внимание, на наш взгляд, это вот было неплохое исследование Европейской комиссии о уровне доходов средних российских семей. То есть мы в качестве иллюстрации что хотим привести? Что по данным этой комиссии доход средней российской семьи составляет 8% дохода у датской семьи. Потому что датчане получают в Европе наибольшие доходы. А мы всего 8% от того, что получает датская семья. Но если смотреть уровень цен в среднем по России и по Дании, по крайней мере, то, что нам удалось найти, цены практически сопоставим. То есть это означает, что датская семья, она гораздо жилье более доступна, чем в России. Если тенденция опережающего роста цен сохранится, вообще говоря, это будет плохо для формирования рынка доступного жилья. Рефинансирование, оно предполагает вовлечение большого количества специализированных организаций. Как я уже сказал, это первичные кредиторы, сервисные агенты, банки-депозитарии, которые хранят, собственно, закладные страховые компании, которые страхуют для риска. Я думаю, что поподробнее обо всем этом во второй части Черняков Александр Викторович расскажет, как это все работает. Но центром вот этой системы является региональное ипотечное агентство, которое контролируется субъектом Российской Федерации и организует, собственно, региональный рынок. Как первичный по выдаче кредитов, так и вторичный, связанный с оборотом прав. Вся эта система базируется на единых стандартах, и действительно, это, наверное, центральный момент всей нашей деятельности, потому что он обеспечивает высокую скорость проведения сделок и снижает издержки, как временные, так и стоимостные. Значит, на следующем слайде видно динамика ежемесячного выкупа закладных за прошлый год. Видно, что у нас ежемесячный объем вырос в 50 раз, и к концу этого года мы планируем, что у нас объем ежемесячный также вырастет еще не менее, чем в два раза. Данная динамика, она вызвана, как я уже сказал, едиными стандартами, плюс технологичностью самой закладной, потому что право требования мы покупаем через куплю-продажу неэмиссионной ценной бумаги, то есть закладная, покупая ее, мы одновременно переводим на себя как права кудитора, так и права залогдержателя. Те, кто будет делать уступку права без закладной, ему придется каждый раз входить в регистрационную палату и перерегистрировать на себя, соответственно, договор залога, это стоит денег, это требует примерно одного месяца регистрации. Поэтому мы считаем, для оборота вторичного прав требования закладная является исключительно правильным инструментом, и вот одна из промежуточных целей, которые мы достигли в прошлом году, мы считаем, что начал формироваться рынок закладных, и мы считаем, что закладные, по нашей оценке, порядка 18% от всех выданных ипотечных кредитов составили в прошлом году. Значит, с точки зрения первичных кредиторов, важно отметить, что в основном в регионах, то есть мы ведем свою деятельность в регионах, это понятно почему, потому что в Москве у банков есть избыточная ликвидность, и банки, выдавая кредиты, в общем-то, не нуждаются сегодня в рефинансировании. В регионах ситуация обратная, там, несмотря на избыточную ликвидность, в регионах по-прежнему денег не хватает, поэтому региональные банки активно с нами работают, им достаточно иметь небольшие оборотные средства, но постоянно продавая нам закладную, они развивают именно вот эту часть розничного бизнеса по выдаче ипотечных кредитов. И вот таких региональных банков составили они 75% среди всех первичных кредиторов. Данная деятельность для нас по итогам прошлого года, она впервые стала прибыльной, причем, ну, мы получили прибыль больше, чем ожидали, прибыль по отчетности составит 65 миллионов рублей. Отчасти это прибыль, то есть мы считаем, что примерно реальная прибыль в два раза меньше, но в силу бухгалтерского учета, там доходы будущего периода нам засчитали как доходы, полученные в 2003 году, поэтому прибыль чуть получилась выше. Ну, как бы отчетность есть отчетность, мы будем объявлять 65 миллионов рублей. В настоящий момент ЕЖК может рефинансировать закладные, выданные не банками, то есть по договорам займа, только в размере собственного капитала, что делается для того, чтобы данный порядок поменять и снизить риски для вот небанковских первичных кредиторов. Но вопрос поставлен правильно, а сегодня на уровне законодательства, то есть мы видим пример, когда проценты по договорам займа сейчас также предложено сделать тот же самый режим, что и проценты по банковским кредитам. У нас есть ограничения, которые постановление 628 налагает, что мы за счет средств облигации можем выкупать только права требований у банков. Мы данную поправку вносили, но планируем ее внести повторно. То, что доступно нам, параллельно с этой поправкой, мы закладные, которые выкупали у небанков, будем в первую очередь включать в употечное покрытие, тем самым высвобождая лимит собственного капитала. Ну и если наша деятельность устойчива будет прибыльна, то, соответственно, там рост прибыли увеличивает, собственно, сам лимит. Второе. Какова роль АИЖК в увеличении не только спроса на жилье, но и предложения жилья? Ответ краткий – никакая. То есть нам запрещено в той или иной степени принимать на агентство риски, связанные с жилищным строительством. Именно поэтому мы заключили соглашение с Госстроем. И, собственно, вопрос финансирования жилищного строительства, как за счет бюджетных, так и небюджетных источников, это в рамках этого соглашения, это прилигативы Госстроя и его агентство, наверное, уже сейчас правильно и говорить. То есть там некая процедура право-приемства будет обеспечена, об этом Владимир Михайлович говорил. Так, следующий вопрос. Как вы можете прокомментировать выводы счетной палаты по деятельности АИЖК о нецелевом использовании средств агентства в 2002-2003 годах? Ну, официально мы это прокомментировали, направили там свой акт разногласий. Если говорить по 2002 году, у нас были убытки, потому что, когда мы пришли в агентство, там были безнадежные долги, и пришлось все-таки вот это дело расчистить все эти безнадежные долги и неправильно составить на бухгалтерию, сделать правильную, списать на убытки. Что касается 2003 года, у нас есть некая системная проблема, связанная с тем, что, используя госгарантии, мы деньги всегда привлекаем с рынка, и для этого делаем рыночный заем в размере примерно на миллиард рублей. Это вот то, что на фондовом рынке является устоявшимся объемом первичного размещения. Но, как вы видели на слайде, у нас изюмеченно мы выкупаем порядка 160-180 миллионов рублей сегодня, и таким образом средства займа у нас в течение шести месяцев полностью инвестируются в закладные. Поэтому в первый месяц у нас в основном привлеченные деньги, у нас нет такого объема закладных, в основном мы их размещаем в депозиты. Вот эти депозиты всегда являются камнем преткновения для всех проверок, потому что считается, что это нецелевое использование денег. Но мы объясняем, что такие правила игры заданы, уж лучше держать их в депозитах, чем вообще просто на расчетном счете. По крайней мере, какой-то процентный доход на государственные деньги обеспечивается дополнительно. Но вот это замечание, оно исторически нам всегда в актах отражается. Но мы считаем, что порядок безусловно обменен.